Проект губернатора «Инициативное бюджетирование» продолжит работу и в этом году. Жители уже выдвинули свои проекты, которые будут участвовать в конкурсном отборе. На очередной встрече предложения по преобразованию округа с горожанами обсудили депутат Московской областной думы Михаил Раев и муниципальные депутаты Сергей Малиновский, Руслан Шаипов, Юлия Ишкова, Валентин Герасимов, Татьяна Кавторева и Артур Каримов. Губернатор поддержал проведение инициативного бюджетирования в этом году. Денежные средства на уровне бюджета Московской области будут выделены и у нас есть возможность вместе с жителями реализовать эти проекты. В ходе встречи депутаты представили проекты своих инициативных групп. Юлия Ишкова, например, представляла интересы жителей дома номер 7 на Куркинском шоссе. Ещё были проекты по ремонту спортивного зала в Ферсановке, обустройству аллеи славы на Планерной и музея спорта в Старых Химках, благоустройству сквера в микрорайоне Клязьма-Сторбеева. Всё это очень важно для нашего округа. Дети должны заниматься спортом, дети должны получать военно-патриотическое воспитание. Всё, за что проголосовали жители, обязательно будет исполнено. На эти цели выделяется 60% средств областного бюджета, 39% местного бюджета. Проголосовать за понравившийся проект можно уже сейчас на портале Добродел. Благодаря инициативному бюджетированию в округе доукомплектовали стоматологические кабинеты, построили памятник чернобыльцам, площадку для воркаута и музей боевой славы в школе номер 8.